Субтитры делал DimaTorzok Большой такой. Вот это домишко. И все какие-то одного цвета по всему городу. Какой-то прям стандарт. Улица Сержантова. Ага, понятно. Тут же был кинотеатр. Театр. Назывался он Юбилейный. И уже его нету. Что это строится? Очередной торговый центр? Скорее всего, да. А был кинотеатр такой старенький. Я ходила в него когда-то. Нет кинотеатра. Все не актуально. Вот, пожалуйста. И кинотеатров не стало. Вот. И играют. Марш Мендельсона играют. Свадебный такой марш. Мне всегда прикалывало это слово. Почему марш Мендельсона? Маршируют, что ли? Так. Были ларечки. Уже всех разогнали торгашей. Рыночек такой был небольшой. Нет никого. Так, мелочь. Немножко людей сидит и все. Так, надо переходить. Пошли на эту сторону. Тут раньше столько торговых точек стояло. И нету никого. Пройдемся сюда. Здравствуйте. Здравствуйте, гвардия. Господи. Здравствуйте. Малина, стаканчик сто тридцать рублей. Не знаю. Дорого, наверное. Экологическая продукция. Ой. Это уже не экологическая продукция. Это экологическое бедствие. Ваша реклама. Не скажу, что претерпела сильные изменения здесь. Единственное, что да, кинотеатр снесли. Это да. Угу. Угу. Столько места было не завернуть. О, вакцинация от COVID-19. Да что вы. Да. Хочу сказать, что нас на работе тоже напрягли делать эту прививку. Причем эта прививка не гарант того, что вы не заболеете. после прививки. После прививки тоже болеет. Вот. Хочу вам сказать. Вот. И хочу еще сказать, что я недавно сделала первую прививку. Скорее всего, у меня так организм просто отреагировал. Но в этот же день, уже вечером, у меня подскочила температура 39. Я просто горела. Состояние было контуженное. Полная дизайн ориентация. Меня носило, как будто бы я, не знаю, чего-то перебрала. Ой, передвигалась по дому, конечно, тяжело. Бешеный сушняк. Горят глаза. Внутри все, я не знаю. Просто жесть. Такой интересный памятник. Короче, первая прививка мне не зашла. И уже прошло 4 дня. Сегодня пятый. По утрам большая слабость. И кружится голова после этой первой прививки. Ну, уже, конечно, полегче. Первые два дня у меня была температура вечером 37. Ну, состояние, естественно, нехорошее. И это причем только голубая прививочка. Вторая будет в августе. Я представляю, если мне от первой плохо. Что будет со второй? В общем, готовимся к тяжелому. И самое интересное, когда я все это пережила, весь этот ад после этой прививки на сущий день. Я подумала, если так бьет прививка в тяжело, буквально один день, два, ну, а потом уже слабость, то что будет, если заболеешь этой гадостью? Я хочу сказать, ничего хорошего. Мне удивительно, что народ валится от этой болячки. Вот. Потому что это занимает много времени. Не один-два дня и не неделю. Еще не факт, что ты выживешь от этой болезни. Так что я ничего, никого не агитирую. Вообще считаю, все это не есть хорошо, эти болезни, эти прививки. Потому что тестировать не на каждой работе тестируют на антитела. Поэтому штампуют всех и вся. И причем ставят перед фактом, ты либо работаешь, либо увольняешься. То есть делаешь прививку, работаешь. Нет, значит нет. В общем, как это все называется, не знаю. Насильственно, добровольно, добровольно, принудительно. Обидно то, что так тяжело переживаешь эти прививки. И еще это не гарант того, что ты не заболеешь. Конечно, успокаивают, говорят, что, по крайней мере, если заболеете, то переживете легко. Но я не уверена в этом. Потому что это такая дрянь, которая мутирует постоянно. Так что вот так мне обошлась первая прививка. Тяжело, ребят, тяжело. Спрашиваю у многих своих. Они, ну, кто-то пережил более легче, кто-то не почувствовал эту первую. Кому-то тоже было нехорошо, как и мне. Точно такое же состояние. Многие боятся делать. Ну, вы знаете, боятся, конечно, волков в лес не ходить. Просто, да, это неприятная вещь, эти прививки. Сам факт. Придумать всякую гадость, а нам потом, отдуваясь и мучиться. Если б не этот ковид, ничего б у людей не обострялось. А после этой прививки осталось себя чувствовать так, что мотор стал давить. И до сих пор, вот сколько дней прошло, уже голова кружится периодически. Вот. И, казалось бы, хроники у меня нету. Вроде я так здорова. А все равно состояние контуженное. Не знаю, как долго это продлится. Но, будем надеяться, что попустит до второй прививки. Так что, вот так. Первая прививка прошла тяжело. Будем надеяться, что вторая переживется. И сейчас, вот гуляю, все равно чувствую небольшую слабость. Пью гранатовый сок. Стараюсь больше упор делать на овощи, на фрукты. Чтоб хоть немножко восстановиться. Потому что время нужно после этой прививки восстанавливаться долго. Как все равно тяжелым-тяжелым гриппом переболел. Который вот неделю давит. И потом ты еще неделю-две отходишь после него. Вот это что-то наподобие. Только разово и еще двойной, втройной ударе. Вот, как я скажу. Так что, вот так вот. Ладненько. Будем двигаться дальше. Про прививку я вам рассказала. Как я ее лично перенесла. Кто как, я не знаю. Пишите. Я уверена, что у всех она прошла по-разному. Кто-то ее не почувствовал ни первую, ни вторую. А кто-то, как я, чуть не сложился. Не знаю, есть такое подозрение, что, возможно, я переболела зимой. Бессимптомно. И, может, это такой результат и дало. У нас никто никого не тестировал на работе. Из-за чего вот так вот и тяжело прошло. Я думала, я с ума схожу. Паника была бешеная, конечно. Когда температура, когда ты чуть ли не по стенкам передвигаешься. Горишь. Нифига не соображаешь частично. Короче, было весело. Вот так вот. В общем, я пережила и хожу дальше гуляю. Слава Богу. Ой. Ладно, завершаем тему на прививки эти. Мы в баню. Не дают нам жить спокойно. Так, идем дальше. Что у нас тут? Гуляем дальше. Так что делитесь, пишите. Что вы думаете по всему этому поводу. Вот. Все, что я думаю, уже давно везде сказано и написано. Повторяться не хочу. Ну, короче, это не есть хорошо. Игрушки. Подарки это. Жалко. Жалко. Это мы гуляем. Первомайский район. 1936. Что, правда? Они сюда казались, что ли? Кто там что хочет? Металлургическая улица. Вот так вот. А я всегда думала, где это находится. Слышала часто. Но где она находится, не знала. Оказывается, она недалеко от Сельмаши. Так. Идем дальше. Автошкола. 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 Нет, спасибо. Я уже это прошла, эти автошколы. Уже, слава богу, миновала. Так. Идем мы в сторону. Площади. Вот так вот. Вот красиво посадили деревца такие. Это клен? Нет, это не клен. Может, каштан? Не знаю я. Да, дебилов, конечно, у нас хватает. Причем народ такой. Ты выпил, веди себя нормально. Сиди дома. Зачем позориться? Ух, какая площадка детская. Интересно сделано так. Домиком. Прикольно. Ух, какая площадка детская. Домик. Ух, какой площадки детской. Черный. Ух. Прикольно. Геннадий. Я хочу перебраться на тенек, на тенековую сторону, потому что тут жарковато. Ясно, горы Камчатки. Шло потихонечко. Ребралась я на тенековую сторону, а то по солнышку, честно говоря, жарковато. Иду и чувствую себя как шоколад. Расплываюсь потихоньку. Селиванова улица. Домик старенький стоит. Надо жить. Прикольно. Чердачок такой. Ручка такая книги персовая. Что там такое за здание с такими колоннами. Красивые колонны. Ой, какой верх-то треугольничками сделан. Прикольно. Да. Угу. Идем дальше. Какой дом. Интересно, что тут раньше было в этом доме? Необычный. Балконы пооторвали. По-другому я не могу назвать это. Что, трудно их сделать? Реставрировать? Ну да, которые встроены еще как-то там живы. А те, которые были выставлены, их просто тупо снесли. Ну что, молодцы. Так и надо. Ладно, идем дальше. Супер страхование. Супер страхование. Чехе не было. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...